Ослепшая Анна Ем сердечно поблагодарила камчатцев за помощь и поддержку. Пострадавшая клиентка Петропавловского салона красоты Афродита вернулась на днях из Хабаровска, где более трёх недель провела в местной офтальмологической клинике. Съемочная группа МассМедианьюз встретилась с Анной и её мужем в аэропорту и расспросила о ходе лечения. Меня не выписали, у меня больничный продолжается, со словами продолжает болеть. Мне дали два месяца. Два месяца – это тот срок, за который врачи предполагают, что роговица должна дорасти. Это не факт, что она вырастет за эти два месяца, что у меня восстановится зрение. Нет. Это тот срок, который мне здесь дали на лечение, потому что у меня с собой очень много препаратов, у меня расписано лечение полностью на два месяца просто по времени. Через два месяца супруги вновь отправятся к хабаровским врачам. И борьба за восстановление зрения продолжится. Анна и Андрей выражают сердечную благодарность всем тем, кто не прошел мимо их беды. Лечение глаз после посещения салона красоты влетело семье в копеечку. Только за пребывание в больнице в течение 25 дней без учета лечения обошлось Анне почти в 50 тысяч рублей. Без помощи земляков многодетная семья просто бы не справилась. Я хочу сказать огромное спасибо просто всем и каждому, потому что этот шанс мне дали просто наши горожане. Мы бы сами не справились, потому что мое лечение, это все было платно. Лежала я там платно, потому что квота была только на операцию. Операция, слава богу, не состоялась. Силой всех молитв я чувствовала эту поддержку. Просто мне люди звонили, и мне до сих пор, вот уже накануне от лета звонили, спрашивали, как я себя чувствую. До сих пор приходят деньги на карту, до сих пор какие-то поступления идут. Если бы не всеобщая вот эта людская помощь, мы бы просто не справились, потому что сумма, ну сумма огромная. Я скажу, что просто мое проживание без лечения, без лекарств, просто сутки нахождения в этой клинике стоит 1800 рублей. Город очень нам сильно помог. Мы очень благодарны, и хочу всем сказать большое человеческое спасибо. Что касается салона красоты, в котором Анна практически лишилась зрения, то с ним пострадавшая клиентка не намерена воевать. Но, тем не менее, она надеется, что справедливость все-таки восторжествует. Я не настроена воевать. Я не настроена воевать. Я очень бы хотела, чтобы мой пример кого-то спас, просто даже не помог, а именно спас. Не стоит это того, ни красота, ни какие татуажи. Я надеюсь, что просто это хоть кому-то поможет. Войны не хочу, но я очень верю в следствия, потому что, ну, мне кажется, все должно быть по заслугам. Я пошла, доверилась и пришла как бы с надеждой на одно. Получилось совсем другое. Жизнь остановилась пока 18 марта. Потому что пока у меня в памяти мой ребенок, который научился переворачиваться, а мама мне говорит, что ребенок сидит, средний ребенок разговаривает не просто фразами, а предложениями. Старшая читает вовсю. Мама просто 18 марта ушла на позитиве из дома, поцеловав детей. Ну и вот сегодня, 7 мая, мама возвращается только домой. Потому что то, что было три недели, которые были до отлета, мамы дома не было. Мама просто была пластом. Напомним, скандальный инцидент в салоне красоты Афродитов в Петропавловске произошел 18 марта. 32-летняя мать троих детей пришла туда сделать перманентный макияж глаз. Однако мать, которую мастер нанесла на веки для обезболивания, попала на слизистую. Врачи диагностировали химический ожог обоих орговиц. Анна почти полностью ослепла. Проверку произошедшего ведет Камчатский следком. Масс-медиа-ньюс следит за развитием событий.